Этим летом столбики термометров бьют все рекорды. Но прогнозы синоптиков достаточно радужные. Аномальная для региона жара в скором времени сменится кратковременными дождями. Сейчас же погода в Пушкинском напоминает рекордное лето 2010 года, когда зной стоял в июле на протяжении 22 дней. Когда столбик термометра преодолевает отметку свыше 25 градусов по Цельсию, специалисты рекомендуют исключить из своего рациона жирную, острую, тяжелую пищу, алкоголь и чрезмерные физические нагрузки, пить больше воды и обязательно носить головные уборы. Лето в этом году выдалось жарким. Как переносят зной жители Пушкинского, узнаем далее. Фонтан. Сейчас очень жарко. Немножко прохладнее было бы лучше. А мы в деревне. Там бы прохладнее одежда. Стараемся в тень. Стараемся в тень. Да, София? Лето просто замечательно. На велосипедах разъезжаем. Да, катаемся классно, круто. Сорой справляемся. Прекрасные фонтаны. Мы подъезжаем. Да, вот. Блин, очень жарко. А вода тут кончилась. Попить нечего. Подъезжаем, взяли кепочку. Чуть так намочили, положили, чуть-чуть промыли, чуть-чуть и все. И поехали. Прекрасно. Ходим везде с водой. Потому что надоело жара. К сожалению, жаркая погода может быть опасной. Особенно стоит опасаться прямых солнечных лучей пожилым людям, детям и тем, кого беспокоят проблемы с сердцем. Именно в такую погоду у людей часто случаются инфаркты, инсульты, артериальные тромбозы, гипертонические кризы. А повышенное потоотделение способствует сгущению крови, что и чревато появлением тромбов. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Олег Устинов, Мария Головачева. Новости Большого округа.